Те, кто пришли сегодня, выйдя из этого двухнедельного марафона, это люди очень, которые застали отдых, празднование и вот все это застолье, приходящее из одной гостей в другие гости. Я, честно говоря, даже где-то с месяца назад, когда мы здесь во время какой-то лекции сидели, говорили о том, что будут новогодние каникулы, надо сделать как-то перевык на это время, я спросил у сидящих, когда как-то считаете, уже в принципе закончится эта праздничная неделя очередная, когда можно начинать, там в принципе уже и шестого, и пятого, не, ребята, давайте, шестое, пятое, это как-то вы погрячились, давайте числа одиннадцатого начнем, там оно как-то видно будет, кто выжил в ходе всего этого марафона, ну видно, что выжило не очень много народу, вот, а тем более я вас поздравляю с благополучным выживанием, а состояние у всех какое-то, ну, некоторые видели, я там в фейсбуке выложил свою собаку, состояние примерно у всех одинаковое, вот, после всего этого дела, вот, поэтому для сегодняшнего разговора я взял самую занудную из всех лекций, которые есть, знающий предкивал, из всего харьковского цикла, потому что, ну, во-первых, чтобы не сильно людей тормошить, если вы хотите спать, спите спокойно, она действительно самая скучная. Во-вторых, потому что я, я уже несколько раз это говорил, очень верю во всякие, ну, мне просто нравится в это играться, во всякие там шарады, совпадения имен и дат, ну, как бы неспроста, но вот туда пришло. Это первая лекция, вообще, просто первая лекция в 2015 году. Это первая лекция всего цикла. Я, когда в декабре я начинал вот этого Макаренко, о чем там было, ХТЗ, не помню уже, о чем еще мы с вами говорили, но о декабре из харьковского цикла, вы помните лучше меня, вот, это были не первые совсем. Я просто решил, что вот они ко времени. Но по-хорошему, для того, чтобы начинать, начинать надо с нее, потому что, как и любая занудная лекция, она ключевая к пониманию всего, что будет дальше, о чем будет говориться. О Макаренко, о ХТЗ, о Газпроме, о деле Уфти, о харьковских губернаторах и мэрах. Я надеюсь, что в этот раз вы не пропустите ее вниз. Вот, я думаю, может, через неделю как раз я ей поставлю. Потому что это начало всего. Это разговор о том, как вот город образовался, по каким законам логики или не логики принципиально, рационального и иррационального, как мне кажется, оно формировалось и развивалось. И действительно, именно потому, что вот всегда, знаете, есть в каждом учебнике, в каждой книжке видение. И все его пытаются как-то пропустить. Но иногда оказывается, что его надо было не пропустить, а быстро-быстро прочитать, потому что без него непонятно, о чем дальше он там говорит. Поэтому вот она идеально подходит со статистические совпадения точки зрения, для того, чтобы быть первой в сезоне экскурсионного лекциона 2015 года, потому что это, собственно говоря, начало и есть всего разговора. Меня, честно говоря, постоянно, я об этом тоже уже здесь неоднократно говорил, смещает один момент во всех рассказках, которые я делаю. Когда в октябре мы здесь открывали Саше Филоненко, открытый университет, Пти-университет Ионы, то я с Сашей многое обсуждал, на днях тоже мы с ним встречались, обсуждали. Есть принципиально очень разные лекторы, спикеры проекта «Пти-университет Ионы». Очень разные курсы и по тематике, и вообще по направлению, и по сфере деятельности, и по, собственно говоря, личности спикеров. Есть настоящие большие ученые, глубокие, которые дают очень глубокие фундаментальные знания, очень фундаментальные основательные, и это прекрасно, извините. Это прекрасно само по себе. Я отдаю себе отчет, что я не такой. Потому что то, что делаю я, это популяризаторство. Это популяризаторство потому, что сейчас я не приводил к счету. Потому что если сегодня, по идее, разговор о градостроении Харькова, как она сложилась за три с половиной века, почему он такой получился, если бы здесь была аудитория, как некоторые тут есть, я сейчас не слышал, хорошо, что не слышал, настоящие архитекторы, которые ориентируются в теме, ориентируются в профессии, изнутри, из глубины все это знают, я бы, вот еще пришел, я бы перед ними это ни в коем случае рассказывать не стал, потому что они бы обрекнули меня в недостаточности академизма, в глубине раскрытия информации, отсутствии освещения отдельных аспектов, имеющих колоссальнейшее, важнейшее значение для того, почему город получился таким, а не другим. Они бы сказали, что то, о чем я говорю, оно совершенно не привязано к отдельным аспектам современных городских реалий, которые должны нам указать, как нам жить дальше, и т.д. и т.п. Поэтому я собрал в основном здесь вас, которые не изнутри профессии, воспринимают это как, ну, ну, как такой беглый рассказ обо всем, и моя задача не дать вам исчерпывающий рассказ о том, как это все получилось, потому что, ну, на самом деле, 15 экскурсионных маршрутов по городу, зачем тогда нужно, или это чтобы о каждом конкретном случае рассказывать, а дать вам такое качество, которое, мне кажется, очень многим-многим супер-профессионалам мне хватает, причем в разных областях. Это возможность охватить все одним взглядом. Когда вы начинаете вдаваться в любом вопросе, вдаваться в детальные подробности чего-нибудь, зачастую вы так увлекаетесь вот этими деталями, что цельность картинки у вас выпадает. Я понятно объясняю? И вы не можете представить себе, как это воспринимается явление в целом. Когда вы, казалось бы, поверхностно, в отдельные вещи, не углубляясь и не погружаясь, смотрите на все отстраненным взглядом, иногда это способно вам представить, послушайте, так это все просто, оно же, в общем-то, достаточно очевидно. Как это проще всего сделать? Если вы летали на самолете, ну, большинство здесь летали в своей жизни, когда-то на самолете, ты, когда поднимаешься вот над уровнем облаков, нет, не над уровнем, надо, чтобы видно было, чтобы не знали, ясная погода, ты поднимаешься высоко, и ты сразу воспринимаешь всю вот это вот, ты вот выныриваешь это, ты там шел, стоял в пробке, опаздывал на лекцию Макса Розенфельда в спалахе, у тебя еще на вечер были планы, у тебя хвосты остались по 2014 году, у тебя судорожно сегодня же воскресенье, до завтрашнего тотального понедельника, еще есть время, чтобы эти хвосты закончили, и ты там взлетел, посмотрел, и оно там все осталось, а сверху оттуда оно такое все красивое-красивое, обобщенное-обобщенное, линии, полосочки улиц проходят по земле, поля квадратами, прямоугольниками, сложными конфигурациями разного цвета, разной направленности рисунка, нарезаны по, часто архитекторы стягиваются, это плохо, нарезаны по земле, и ты понимаешь, что достаточно было подняться на высоту 7-10 тысяч метров, и оттуда вот эта вся цельность жизни как-то появляется, а кроме этого, ты же летишь в самолете, ты же все-таки где-то молишься для того, чтобы он благополучно приземлился, и жизнь свою ты воспринимаешь по-другому, потому что ты сейчас не большой начальник, не крутой бизнесмен, не несчастный голодный студент, ты сейчас человеческая душа, вернее, плоть, которая зависла над землей, болтаешься по воле летчика или по воле господакова. И в общем, вот со всем вот этим, ты здесь такой один, и ты понимаешь, что и свою жизнь ты воспринимаешь где-то так, обобщенно ценен. Поэтому рассказ о том, о чем я сегодня собираюсь повести, я хочу начать совершенно с другой историей, не о Кальковской картографии, а о восхвалении себя любимого. Дело в том, что эту историю, я года два-три назад много раз рассказывал, были тогда только начинались все мои проекты, было много интервью, было и печати, и превидение, самым такой кульминацией, это был TEDx 2012 года, 2013 года, и это выступление оттуда. По сути дела посвященное тому, с чего для меня все началось, для меня вот этот подъем воздуха и обозревания Харькова сверху, началась эта история с рисования глобуса Харькова. Поэтому я ненадолго задержу, постараюсь очень быстро рассказывать, вам как лучше сокращать информацию и быстро-быстро разговаривать. Быстро разговаривать. Хорошо. Все началось с того, что Александр Фельдман обратился, искал человека, который готов был сделать для него глобус Харькова. У него была идея, как и многие его проекты, подарить этот глобус Харьковчанам, с тем, чтобы каждый мог прийти в нужное место, покрутить этот неизвестно какого размера на тот еще момент глобус, найти свой дом. В этот момент у меня родился младший ребенок Сеня, только-только родился, это буквально было там 4 сентября он родился, 6 сентября состоялся наш разговор. Я понимаю, когда в каком состоять, третий ребенок, это не важно, он хоть 23-й будет, это все равно у тебя родился сын. И вот в этом состоянии он говорит, значит, не он, а его представители говорят, Максим, смотри, значит, надо нарисовать такой глобус, чтобы каждый житель Харькова мог приехать в АВЭК, где он будет стоять, сейчас он в ЭК-парке стоит, приехать в АВЭК, где он будет стоять, и найти свой дом. И скажи, за сколько времени ты это сделаешь, и сколько это будет стоить? В нормальном состоянии, нормальный человек бы сказал, что с ума сошли ребята, полутора миллионных годов, как вы себе это представляете? нарисуй такую штуку, на котором каждый может найти свой дом, да еще и скажи, за сколько времени, за сколько денег, так идите к черту со своими идеями, придумывая. Но поскольку у меня тогда только родился сын, я слегка как-то был в Невсоби, я сказал, хорошо, я приеду, и пошел рисовать. Как оно будет выглядеть, как оно должно быть, он сам не знал, как он, я хочу, чтобы это был сюрприз, иди и делай. Я сделал первоначальную картинку, взял сюжет синагога, начало Пушкинской, это кукольный театр, написано на самом деле, кукольный театр, нарисовал, чтобы примерно дать ему понять, в каком ключе оно будет выглядеть. Он посмотрел на эту картинку, принять его линии, посмотрели на эту картинку, сказали, все хорошо, да-да-да-да-да, именно так, только теперь, чтобы это был весь город, а не отдельные здания. А я-то думал, что надо рисовать ключевые. Не-не-не, все, во-первых, а во-вторых, оно слишком серьезно, можете сделать как-то по жизнерадости. Да, говорю я, по жизнерадости сейчас попробуем, это вокзал, там чувак, видите, командировочная явность, с узачком, опаздывает туда, пацан хипозного вида с чемоданами сидит рядом с бочкой с квасом, оттуда едет уже такой матросик на электричке, в сторону любопытного, короче, говорит, оно, дело, и заодно скажи, какая же смета на все это дело, и когда ты это закончишь. Как поступает нормальный человек, когда перед ним такой вот заказ? Какая-то такая задача? Он берет карту города, там сидят архитекторы, они, буду сейчас кивать, кивайте, Аня, начинай. Они берут карту города, первым делом, ну это же бред, Харьков, он же не в форме шара, он же плоский. Изначально надо же понять, что как ты ни крути, не найдешь ты свой дом, потому что ты либо окажешься на Северном полюсе, либо на Экваторе, либо в Австралии, но не там, где тебе положено быть, в районе Рогани, ну не может быть плоская, в шар превратиться, чтобы получилось то же самое. Тем не менее, я забыл об этом деле, я же говорю, слегка пришел от куват, сильно пришел от куват, в момент был, и вместо того, чтобы поступить, я поступаю в нормальный архитектор, взять карту, разбить ее на квадраты, сделать выкройку, натянуть ее на шар, и потом поэтапно, обрисовывая крупными объемами от общего к частному, в принципе, планомерно, методом Артемия Лебедева с прогрессивным джипегом, нарисовать все. Нет. Я же услышал то, что я хотел услышать. Я хотел рисовать домики. Поэтому я взял фотоаппарат в руки, стал ездить по городу и рисовать домики, начиная с церквей, с Покровского собора, Успенского собора, Благовещенского собора. Между соборами еще появляться, конечно, должны были такие значимые объекты, как, сами понимаете, что оказалось очень много малоизвестных. На тот момент мне церквей, это церковь Святого, Александра, на проспекте Косера на ФТЗ, ходил по городу, фотографировал домик за домиком, и поскольку критическое мышление в этот момент уже совсем отсутствует, я уже как дядя втянулся в это дело, я пересчитывал количество фотографий, пересчитывал количество окон на фасаде, количество этажей, потому что вдруг кто-то приедет, и не то, что не найдет свой дом, но не найдет своего окна. Скажут, у нас на фасаде 7 окон, вы рисовали 5. Как же можно отойти от истины? Мы близкие, смотрели на меня с опаской в этот момент, потому что казалось, что человек уже давным-давно, клиент Собурки, кстати, будет в этом сезоне история лекции Собурки, но оно так к этому шло, собственно говоря. Ребенок же, я левша, поэтому левая я рисую это дело, ребенка укачиваю правой, ему месяца полтора-два в это время, когда вот это все рисуется. Оказалось, что церквей новых очень много построено в Харькове за последнее время, группа Салтовских церквей, их сейчас раза в три больше за время, пока Глобус был сделан. Обязательнейшим, ну там очень много обычных домов, но обязательнейшим объектом, который не мог не сделать для своего основного заказчика, я очень короче, я все это рассказываю, это вы знаете что, да? Нет. Легко, это Барабашова, Рыбин. Это не Академик, это вот депо, Салтовское метродепо, вот, причем, это уже где-то месяц третьей-четвертой работы, все эти заморочки уже такая, что здесь должно и соответствовать количество торговых рядов на каждой торговой площадке, потому что обидишь и чье-то торговое место, человек придет, дом свой найдет, а место работы не найдет. Я ж не понимал в этот момент, что кроме меня таких знатоков, которые смотрят каждый день по такому количеству раз на город сверху, мало. Это я знаю, как выглядит крыша вашего дома, потому что я над ней летал все время при помощи программы Google EOS или Google Maps. А вы знаете, как выглядит ваша? Сколько у нее скатов? Она все ее скатная, она ломаная. Куда у нее? Ну, у меня всегда есть суфлер, который знает. Вы знаете? Не всегда вы знаете, как это выглядит. А уж если знаете свой, потому что лазерный чертак антенну поправлять, то соседний не обязательно знаете. А я знаю и переживаю, что вдруг я где-то на халтуре, и вы меня поймаете за руку. К концу всего этого этапа дальше, вы помните, да, Покровский собор, Успенский собор, а дальше работа идет очень просто. Берется каждый отдельно нарисованный домик и собирается, собирается такой пазл, собирается квартальчик, потом, это, кстати, очень интересная история, потом из этого квартальчика собирается несколько квартальчиков, там улица, и потом большими такими пусками, пазлами, ты понимаешь, что ты заполняешь. Нет, чтобы от общего частного, от частного так нельзя. Вот там сидят мои очень-очень бывшие студенты, никогда так не делайте, это вообще неправильно, так нельзя работать. В процессе выясняли странные вещи, то есть, когда я его еще рисовал, Горький там стоял. К моменту открытия глобуса Белочка уже сменила его на этом посту. Я понял, что на самом деле я же пишу историю города, потому что к моменту завершения открытия глобуса памятник стоял, а через несколько месяцев после того, как глобус был открыт, его тут уже не было, и танки отсюда уехали. Еще раньше исчезли вот эти деревни. Короче говоря, я понимаю, что на самом деле это уже миссия какая-то, что ты уже просто занимаешься фиксацией и историей города в целом. В это время ко мне пришел мой друг, я просто картинки показываю, ну потому что ДК Железнодорожников, бассейн Локомотив, Дворец Порта Локомотив, памятник Котлову, тогда еще не так разрушенный элеватор, как сейчас, поэтому вот эти трубы, сейчас они вот здесь уже порезаны. Есть же ДК Железнодорожная поликлиника, вон она. У меня же такая штука есть. Вот она. Ко мне пришел мой друг, Юрик Якубал, и говорит, а я же все, да, уже на грани развода, потому что, когда дома, а все же это дома еще происходит? Да ну, мастерской. Мы с моей коллегой склеили метровый картонный макет шара, он должен, ну в жизни глобус двухметровый диаметр, мы сделали один к двух, то есть метровый такой шар картонный, и вот эти вот рисуночки я наклеивал на эту поверхность, подвесив, у меня плага потолки, 3,25, подвесив под потолком, наклеивая бумажки, чтобы понять, сколько уже заполнено поверхности города, сколько еще осталось. Дети на 2011 год устроили вокруг этого шара новогодний хоровод вместе с Сеней, вот, потому что зачем в доме елочка, если у нас есть свой глобус Хайков? И он мне сказал, Юрий, он мне говорит, ты понимаешь, ты на самом деле не глобус Хайков рисуешься, ты же занимаешься системной городской аналитикой. Мне так это дело понравилось, как он это назвал. Ты понимаешь, говорит он, кто еще в здравом уме возьмет в одиночку самому взять и, извините слово, поудачнее, поиметь весь город сразу. Потому что, вот, есть очень разные мотивы, почему люди становятся художными. Умение рисовать иногда это колоссальная возможность займеть то, чего ты не можешь займеть ни за какие деньги. Если ты видишь офигенный пейзаж, например, ты можешь его сфотографировать, и не совсем то. Ты можешь его купить, этот кусок земли, и радоваться, что это твое. Вообще не то. Можешь его нарисовать. И эта вся красота будет у тебя в животе. Это такая колоссальная способность захватить это все через свои собственные руки, что таким счастьем обладать, я не знаю, я же художник, я же не музыкант, например, не писатель. Может быть, они тоже как-то по-другому это умеют. Когда человек может так описать, что найти такую степень адекватной выразительности, что он точно так же, писатель, захватил эту всю историю, и теперь он ею владеет. Но нарисовать весь город это просто... Какой черт умеет? У меня весь город висит под потолком, я его весь захватил. И когда я на него смотрю, я понимаю, а почему улица так пошла? Я же руками ее прорисовываю, я понимаю, в чем логика ее прокладывать. И он мне говорит, ты понимаешь, у тебя вот в голове сейчас собрано за счет этих рисунков через руки такое количество всякой информации, что ты фактически занимаешься большой системной городской аналитикой. Ты нам потом расскажешь, что ты думаешь по этому поводу. Так, кстати говоря, и родились экскурсии. Потому что я же вместо того, чтобы просто рисовать, я еще и по ссылкам ходил. Я там рисую, а ну что, построено? А что это построено? А там ссылка на ссылку. Ух ты! Читаешь, поэтому работа тормозится. В общем, к положенному сроку явно не получается. Это Москалевка, поликлиника, Гольберовская церковь, резиденция санитарного врача города, санитарного врача. Отдельные кузьки просто вызывали шок и тренинг. Это городов ХПИ, поликлиника. Иногда приходилось уходить от правды жизни, правда, редко. Например, развернуть памятник, стоящий здесь на площадке, не скажу кому, на 180 градусов, потому что показать этот памятник со спины интереса никакого, а так вот можно увидеть, что он тогда еще был не лыс, а кучеряв. Степень заморочливости, еще раз говорю, была достаточно высокая. И склажить целые большие такие вот комплексы. Это гостиница Харьков, новый корпус гостиницы Харьков, Татьяна Викторовна, горстроен, промстроен и проект. И очень важный объект, потому что для того, чтобы поверить в то, что это будет реализовано, весь проект когда-нибудь закончится, нужно было взяли, рисовать сам глобус, внутри, когда его еще нет, внутри АВЭКа, как бы тем самым кармически предписав ему там быть. это дом музея природы, строящийся комплекс авантажа. Хирел. Складывались цели квартала, на самом деле, эту картинку можно увеличивать, увеличивать не растягивать. Это вот идет Рымарская, шестая школа, филармония, в том виде еще, в котором она была на тот момент недостроена, но и не разрушена. Рымарская 19, Рымарская 23, кусок сада Шевченко с каскадом. В общем, я чувствовал, что крыша у меня едет основательно, но при этом колоссальное счастье здесь, потому что всего этого, что все это как раз стал утерживать. И вот на этой картинке, когда я складывал весь этот пазл, это центр, это Барабашова, то есть, по сути дела, вот такой перескоп в другую часть города, у меня наступило ощущение даже, не понимание, а ощущение, то, о чем мой друг говорил о системной городской аналитике, что я что-то, как мне показалось, начинаю в этом деле понимать. Дело в том, что есть, я все-таки довольно 15 лет работаю со студентами, художниками, дизайнерами и архитекторами, и работал в трех вузах, в Кульпроме, в Хисе и в Кульграфе в Педеринституте. И всегда был сторонником аналитического подхода к освоению визуальных, пластических таких вещей, всегда был сторонником архитекторов из Хисе, а не дизайнеров из Кульпрома. Объясню быстро, почему. Там ребят приучают очень много анализировать и думать. В Кульпроме приучают очень много рисовать. Я всегда говорю, ну как же, надо же загружать это все. Но я-то сам ближе ко вторым, чем первым. Я знаю, что на самом деле сколько бы ты не прочел историй про какой-нибудь дом, улицу, чего-нибудь, архитектурную деталь, сколько раз бы ты ее не просмотрел в интернете, не сфотографировал бы сам, не повесил бы эту фотографию себе на стену. Стоит тебе один раз руками, руками, не мышкой, нарисовать это дело на бумаге, тактильная память, ощущение, восприятие этой информации гораздо выше. Один раз нарисовав, ты это уже загонишь в себя. Просканировав глазами, проработав мозгами, ты это так не воспримешь. И поэтому рисовать надо. Это тоже очень много дает, через руки дает для головы. И вообще я потом на этом концепцию своего авторского курса так и не запущу. Вот в этом месте моя рука, когда я рисовал метромост, связывающий станцию метро Киевского с Барабашовским рынком, знаете, когда ты рисуешь, есть такая нормальная, как те, кто танцует, хорошо понимают, о чем будет речь, органичная пластика движения. Когда ты движешься, потому что тебя ведет туда, ты не можешь вот так двигать, ну или можешь, но ты двигаешься, потому что это органично движению, оно тебя само как бы помогает тебе. Знаете, как в Айкидо, ты не сопротивляешься партнеру, ты помогаешь ему продолжить движение, он сам и падает. И вот, когда я ввел вот эту линию метромоста, я почувствовал, что что-то неорганично, что здесь есть какой-то пробой, что-то не так. Вот не так оно, оно должно было куда-то продолжиться, куда-то уйти, что-то должно было быть здесь не так. Я начал читать историю всего этого метромоста и узнал такое-то, сейчас мы уже подходим, собственно говоря, к основной части, к артографии. Узнал очень простую историю, что когда проектировалась Салтовская линия метро, вторая линия метро Хайковского в 70-е годы, то оказалось, что вот в этом месте между Киевской и Барабашово проектированными станциями такой участок, такая лечушка течет невнятно, болото по сути дела, что строить подземный туннель нецелесообразно. Это дорого, надо сушать, всегда будет там что-то протекать, как протекает на самом деле на Пескуновской ливаде в районе, на станции Центральный рынок, потому что это место Пескуновская ливада, где Центральный метро Центральный рынок, оно мелкого заложения, и вот это вот ливад, это же болото, оно нет-нет, да туда и так, вы знаете. И как на историческом музее. На Советской нет, а на историческом музее да. Почему? Потому что исторический музей, не знаю, ближе, как-то так получился. И вот было принято решение в качестве эксперимента построить первый в Советском Союзе закрытый надземный метромост. Потому что в Москве, в Киеве есть надземное метро, безусловно. Но здесь решили с точки зрения антивандальной, с точки зрения защиты всяких погодных катаклизмов, сделать этот туннель надземным. То есть, мост, но полностью герметично закрыт. И, кстати, очень многие харьковчане, ежедневно, несколько раз проезжая между Киевской и Барабашово, и Барабашово-Киевская, не обращают внимания, что они-то едут над землей, они-то едут по поверхности, а многие харьковчане не обращают внимания на эту... Нет. А многие харьковчане не обращают внимания на эту...